Вот и добра из-за конечного пункта ремонта дороги до отеля Стражитэ. Последние заключительные штрихи. Вся дорога заасфальтирована. Тротуары новые положены. Управились в срок. Сейчас с помощью дрона мы посмотрим на эту дорогу сверху. С высоты птичьего полета. Вот она закончена вся, заасфальтирована вся полностью. До самого низа. Новые тротуары, всё новое. А это рядом река Глазная, в которой сейчас очень мало воды. И даже просто не верится, что были времена, когда здесь вода выходила из берегов. Сейчас пролетим вперёд и посмотрим на эту дорогу, как заасфальтировали её в сторону отеля Стражитэ, где ведутся последние работы и асфальтируют последние метры. В муниципалитету Баньску были выделены средства в размере 6 920 536 лев. Это пойдёт на следующую очередь ремонт улицы Перин, улицы Тодоро Кобляшкова и продолжение улицы Глазная. Вот и закончен последний кусок улицы Глазная с пересечением с Перин. Заасфальтировали полностью. И дорога открыта для движения. Вот такая погода уже неделю. Сейчас 12 часов и туман с утра и до вечера. Солнца практически не видно. Туристы гуляют по Перин, по Баньску. А податься им некуда, потому что все механы, рестораны, бары, всё закрыто. Община Баньска опубликовала постановление. Праздничный концерт в новогодний вечер 31 декабря в Баньск отменяется. Традиционный карнавал на Новый год в городе Баньска 1 января 2021 года тоже отменяется. И колледное шоу тоже отменяется. Сегодня 20 декабря. Закончили они эту пристройку к хэппи-энд. Поставили двери. Внутри всё почистили. Вот поставили столы. Такие барные стойки. Бар готов. Всё готово. Но не работает. Потому что всё будет закрыто до 31 января. Ну вот, почти закончили внешнее оформление. Начинают магазины вешать свои рекламные щиты. Там уже ограждения снимают, потому что магазин уже заселился. Всё закрыто и безжизненно. И супермаркет закрыт. Он открывался раньше только в зимний сезон, но в этом году не открылся. Все пабы закрыты. Вот рядом механа. Бар и гриль тоже закрыто. Всё в бане закрыто, кроме лыжных трасс и продуктовых магазинов. Вот это маленькая забегаловка бар и динер. Внутри закрыто, но есть окошечко специально, где можно заказать еду согласно меню, которое они рекламируют. То есть на вынос. Туристы могут после катания на лыжах зайти здесь купить что-то покушать. Это расположено совсем рядом с кабинка флифт. Запоздалые энтузиасты идут кататься. Пара эта... А там двойка. Они уже спустились в трасс. Здесь туман, ничего не видно. Надеюсь, что в горах лучше. А это здание катка. Каток уже залили. И катаются люди. Немного, но есть. Я нахожусь около церкви. Тут в районе минимум 10 механ. Ну, ресторанов по-другому. Обычное время. Здесь полно туристов. Всё работает, всё открыто. Полно жизни. Сейчас всё закрыто. 6 часов вечера. Живой души нет. Вот так скудно украсили в этом году центральную площадь с ёлкой и с фонтанами. И вот сейчас прикладываю фотографию, как это было украшено в прошлом году. Вот такая красота была. И такой туман уже почти две недели. И утром, и днём, и вечером фотографировать практически невозможно. Ничего не видно. Не знаю, как там наверху лыжники катаются, но здесь постоянный туман. Горбий! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...